Все, начинаем запись. Итак, добрый вечер всем, кто присоединился сегодня, всем, кто будет смотреть на записи. Рада вас приветствовать на нашем ставшем уже традиционном прямом эфире, который я провожу один раз в месяц, почти уже год. Рада вас приветствовать в новом году. Напомню, с кем мы не знакомы, меня зовут Диана Комочи. Я психолог, термотерапевт, мастер-эйки, энерготерапевт. Занимаюсь обучением психологов, коучей. И один раз в месяц мы встречаемся на прямых эфирах, где я рассказываю о каких-то темах, делюсь с вами своим опытом, своими знаниями и с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. И по возможности мы смотрим, что хорошего мы можем сделать для вас. И практического. Напоминаю о том, что вы можете писать свои вопросы, а также впечатления, а также какие-то реакции под последним самым постом напоминания про эфир. Там уже, я смотрю, появилась, во-первых, Гайя ответила обратную связь, прислала после прошлого эфира. Я обязательно разочитаю. В прошлый раз, в начале декабря, был эфир, посовещенный, первая часть эфира, посвященного любви к себе. И так как эта тема такая обширная, я решила продолжить её и сегодня провести вторую часть. И в прошлый раз мы говорили о сосуде любви, о том, как это любить себя, из чего состоится сосуд любви, как он формируется, насколько важны личные границы, насколько важен порядок, какое отношение имеет любви к себе. И вот Гайя прислала обратную связь, написала, Диана, хочу поблагодарить вас за декабрьский эфир. Поняла, что вампирила сыновей внучку, она не шла ко мне, плакала. Сейчас я даю энергию любви. Раньше я не верила в них, когда я сценивала и ждала от сыновей определённого поведения, успеха, чтобы они потешили моё родительское самолюбие. Сейчас я не помню о них. Раньше заставляла себя, но не получалось. Верю, не жду ничего, принимаю и уважаю их. Наладила каста больше тепла, понимания. Сучка, перебоя. Здравствуйте, в моем эфире. Если будет запись, буду, например, рада. Запись, конечно, будет. Все записи эфира начинают смазаться. Вглубленные. Либо на нашем телеграм-канале есть все записи. Либо кто любит смотреть в моем канале, на ютубе, он также называется, Диана Комлыч и Хапитера. И там есть разы. В том числе и из прямых эфиров. Сегодня мы продолжаем. И у нас с вами с прошлого раза ещё осталось очень много вопросов, ответы на которых я сейчас и начну. И я думаю, что мы сегодня поговорим о любви, о том, как любовь связана с чувством собственного достоинства, с самооценкой, почему самодиплина, почему она так важна в вопросах любви к себе. Ну и на многие другие вещи, которые вот здесь прислали наши слушатели. Так, уберу, чтобы мне здесь не мешало ничего. Итак, первый вопрос, как я написала, связан ли с самооценкой любых к себе. Я сюда ещё себе пометила, не только самооценка, но и чувство собственного достоинства. Для того, чтобы, во-первых, меня интересует, как вы думаете, какое у вас есть мнение. И расскажу, конечно же, о своём опыте, о своих знаниях, о том, что я на практике видела и какие знания у меня есть. Что такое самооценка? Вот если задуматься, самооценка – это то, как мы ощущаем ценность себя. Это даже не то, как мы оцениваем себя. Нас оценивали в детстве. И именно из оцены, которые были у нас в детстве, и сформировалась наша самооценка. То есть, насколько на нас смотрели в детстве с безусловной любовью, с восхищением. Вот как Ганя написала, как она сейчас стала смотреть на своих детей. Просто именно такие, какие вы есть, вы правильные. И даже если ты косячишь, я всё равно тебя люблю. Вот если это удавалось родителям в вашей детстве, тогда у вас будет хорошая и устойчивая самооценка. И самооценка у нас часто делят на такие составляющие, как хорошая самооценка, низкая и высокая, завышенная. Но на самом деле, завышенная самооценка – это не что иное, как та же заниженная самооценка, которая… Почему? Люди с низкой самооценкой – это люди, у которых не верят всегда, не считают, что они важные, не считают, что они ценные, на которых возможно в детстве не смотрели, не смотрели плохо, или в то время критиковали, или их не видели, или старше, взрослым было не до них. Да, вот может… Это действительно самооценка может сформироваться либо из плохого отношения к человеку в детстве, либо из игнорирования, потому что самое страшное для человека, для отношения к нервной системе – это игнорирование. Вот. И оно даже, чем плохое отношение, потому что для нервной системы хотя бы такие и пульсы есть. Пульсы есть, у нас можно получить хороших оценок, хотя бы плохие оценки, но они все равно есть. А когда человек, когда они нервируют, они замечают, не видят, родители уставшие, забегавшиеся, думающие только так, как заработать, где-то будет детей. Они детей просто не видят, тогда, когда человек чувствует, что просто нет места. То есть это вообще это нулевая самооценка. Когда человек чувствует, что он не чувствует того, что его просто нет. Так вот, почему, кстати, более-менее понятно, почему завышенная самооценка это тоже на самом деле низкая самооценка? По одной простой причине. Это тот человек, которого внутри нету хорошей базы, нету стилей, нету ощущения ценности себя. И он вынужден поднимать ценность себя за счет других. Завышенные самооценки, люди говорят, я лучше, чем ты. И тут по головам сривнуются. Это достигающе, достигающество. Вот в последнее время очень много у меня было запросов именно достигающество. это когда в детстве вас видели, только если вы приносили хорошие оценки, если вы делали что-то хорошее, если вы помогали. Когда ребенка вдруг начали видеть, хвалить, ой, молодец, даришек принес, ой, молодец, там помогла маме, бабушке, гряточку вскопала. И только так взрослые видели, учителя и все другие. И тогда ребенок понимает, что для того, чтобы мне получить внимание и любовь ту самую, и для того, чтобы я чувствовал себя в этом месте, мне приходится доказывать. А еще если детей много, или в семье, или в классе, там где учителя, тогда приходилось сталкивать с другими, для того, чтобы я, 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 посмотрите, мне вот руку поднимаю в первом классе, когда посмотришь на первого класса, тянут руку. Здесь очень важно, если учителю удастся убрать это у детей. Но, к сожалению, не все молодые, так вот, завышенная самооценка это то, как человек за счет других людей пытается скомпенсировать свой недостаток ценности себя. Надеюсь, всем понятно, как я объяснила, если это непонятно, пишите. И, конечно же, то, к чему мы должны стремиться, это хорошее самооценка. И внимание, не просто хорошее на какой-то период времени или ведьмая, когда люди на какое-то время или на секунду, или там, другие, у меня холли, у меня оценка хорошая стала. А именно хорошее устойчивая самооценка вне зависимости от реакции других людей. Вот это то, к чему нужно стремиться. И, естественно, это непосредственным образом связано с любовью к себе. потому что, если вы любите себя, если вы много говорили в прошлый раз, и о сосуде любви, о том, как он формируется, что очень важно вот этот сам сосуд, потому что, оказывается, у многих людей его просто нет. И что его, и важный вопрос, вот, по-моему, здесь даже кто-то спрашивал, можно ли во взрослом возрасте восстановить любовь к себе и создать хорошую устойчивую самооценку. Я утверждаю, да, это возможно. В детстве мы зависели от других людей. Мы были отданы нашим родителям, нашему окружению, нашей школе, детском саду, всем значимым взрослым, которые окружали ребенка, и которые худо-либедно или что-то ему давали. И здесь очень важно понять, что они давали то, что у них было. На самом деле им просто больше нечего дать было. И даже те родители, мать, например, которая оставила ребенка в роддоме, ей больше нечего было дать. Мы привыкли осуждать таких женщин, а на самом деле ее хватило ее душевных сил по какой-то причине. Мы не знаем этого, но ее хватило только на то, чтобы дать жизнь и отказаться от этого ребенка. Все. Это признак того, что ей дать больше нечего. И мы растаем, и хорошая новость состоит в том, что теперь мы сами можем о себе позаботиться. Мы можем стать для себя хорошими родителями, мы можем стать для себя ненынешнего, взрослому человеку столько лет не нужен. На самом деле, если вы подумаете, ни одному взрослому человеку не нужны родители. что такое родители, что такое семья, зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы маленький человек, ребенок, вырос, чтобы он сформировался в нервной системе, чтобы он физически вырос, чтобы этот сосуд, его тело, его психика, его нервная система, его организм подготовился к периоду, когда придет его дух, его предназначение. в подростковом возрасте формируются модели социальной жизни человека, профессии. В подростковом возрасте дух человека пробуждает, начинает и приходит к нему. И поэтому, например, в племени Дагар, где откуда рода мой хороший друг, к сожалению, уже умерший, африканский шаман дома, у них есть очень важная внимание, что у родителей есть очень важная функция, а именно функция вырасти ребенка. И затем, когда ребенок приходит в подростковый возраст, куберкан, ему обязательно находят наставников, собираются родители, срешенные, весны, шаманы, и в зависимости от того, какие сны видит ребенок, какие у него интересы, что с ним происходит, они смотрят, какой дух у него пробуждается. Исходя из этого, она входит в наставников. И родители не должны быть наставниками. И очень важно, если бы в нашей жизни появлялись такие взрослые люди, которые на периоде нашего созревания могли нас тоже поддержать, сопроводить и поддержать нас в наших интересах. Потому что родители крайне редко бывают родственными душами с детьми. И поэтому здесь на них не нужно обвинять. Да, они, они криво дали вам что-то. И в какие-то моменты возможно нужно дать этому место и увидеть, что если мои родители обижали меня, да, что это было. И в то же время они делали по-другому. Понимаете, здесь очень важно вот это равновесие находить. но теперь у меня есть я и я могу дать тебе то, что себе то, что мне нужно. И для этого есть, конечно, разные методики. Вот одна из моих любимых, как это делается, это можно работать с внутренними частями, с внутренними ребенками, с другими аспектами себя как можно уже в любом возрасте. Я работаю с людьми от 15 до 70. Старше у меня не было. Я в последние восстановки пришла бабушка 69 лет, и внучка подарила обстановки. и я была очень удивлена на что человек уже достаточно в возрасте был готов что-то менять и возникла тем любви к себе и потому что она растворялась во всех. И для нее было очень трудно во-первых саморазвитие и потом из нее еще она пошла на группу. У меня есть группа еще саморазвития. там какие-то аспекты какие-то вещи для себя учит как она может себе эту самую наладить самую связь к нему. И поэтому я возвращаюсь на этот вопрос необходимо самооценка то есть самооценка и по-другому говорят самооценка себя как человек себя чувствует ценным важным нужным непосредственным образом связанным с любовью к себе. Чем больше самооценка ваша это признак того насколько у вас есть контакт с собой насколько вы себя понимаете и насколько вы себя чувствуете нужным на этой земле ценным на земле важным вне зависимости от других людей внимание вне зависимости от того что мне сказали другие люди как они на меня отреагировали да может быть я не нравлюсь другим людям может быть не нравится что я делаю но я все равно окей и вы каждый из вас те кто сейчас присутствует на нашем эфире вы можете прислушаться к себе у каждого человека внутри есть эта цифра вот если мы говорим сейчас про самооценку прислушайтесь к себе от 0 до 100 0 это ниже принтуса это ничтожество и 100 это хорошая устойчивая полосрочная самооценка конечно если кто-то обидел или слово оно какое-то время может понизиться но базовая она у вас всегда одинаковая или наоборот есть у людей она низкая но кто-то доброе слово сказал и она на какое-то время взлетела а потом опять она ничем не подпитывается изнутри и вот мы говорили про сосуд любви про то что очень важное значение играет ваше собственное отношение к себе и она опять ползает вот и вы можете либо для себя пометить либо отметить устно либо написать в нашем чате какая цифра вам приходит на ум какая у вас на данный момент времени самооценка и точно я вам утверждаю что ее можно менять она может меняться это в ваших руках дальше была речь тоже в прошлый раз додавала вопрос в чате про чувство собственного достоинства связано с любовью по себе они конечно связаны точно так же чувство собственного достоинства это приотношение сдержанью внутри нас оно связано и с самооценкой что чтобы мне не говорили другие люди как бы они себя не верили по отношению если 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 взрослым в хорошем состоянии и если он в хорошем контакте с собой если у него все в порядке с любовью к себе если он наполняет свой сосуд любви и внимание не только внешним действием потому что нас уже обжидали то уход за собой поход косметолог массажи внешние проявления они очень важны как забота о себе но если у них нет подпитки внутри они будут всего лишь оно будет как песок уходить как вода в песок любовь к себе начинается вот здесь вот здесь начинается с того что не ругать себя учиться не перенобить не критиковать не так уберем нет перестать критиковать перестать ругать гнобить учиться быть добрым к себе естественно если вы выросли в обстановке когда вас все время критиковали а в нашем обществе это очень любят очень трудно с первого раза вот так перестать это делать и вы будете по привычке еще этот колья у вас между нейронами связи установленный вы по привычке будете туда соскатывать что-то не так сделал и уже другие люди не нужны да уже сам внутри сидит критик внутри сидит погонялый внутри сидит внутренний разрушитель который там будет дубасить и ругать и очень важно даже если вы по привычке пошли в ту сторону и эта часть вас вышла наверное и за это себя не ругать вот это первейший шаг как мы сходим с этой иглы негативного подпитывания себя и останавливаемся перестаем это делать возможно не знаем как по другому но по крайней мере когда вы замечаете что вы себя ругаете сказать стоп и туда мы больше не подъем так как я умею останавливаемся не буду себя из-за этого себя не ругать попробую как это может по другому и я вам гарантирую это долгий путь так точно так же как у вас сформировалась нелюбовь к себе или низкая самооценка это как мы уже вести одно и то же или если у вас детство было ваше чувство собственного достоинства ваша воля была либо подавлена либо у некоторых людей сломлена когда очень сильно в детстве давили особенно если ребенок сопротивлялся и его или били или прессингом психологическим давили да ведь можно сломать волю но хорошая новость состоит в том что во взрослом возрасте все это можно починить я каждый день это вижу и в индивидуальной работе и когда люди приходят на группу я вижу насколько постепенно шаг за шагом и отношения с деньгами меняются у меня есть занятия отношения с деньгами и в группе самопознания для мужчин для мужчин есть две разные группы я вижу как они меняются растут и как они залечивают свои раны самостоятельно и открывают свои открывают в себя свои ресурсы так активировать любовь к себе и поднасти детей очень важный вопрос очень очень важный вопрос помнить нужно о том что если счастливый малыш то есть болезнь в обществе то у нас есть на первом месте очень большое место часто уделяется материнство или очень часто сталкиваются с тем что в современном обществе феминизм так далеко заходит что обесценивают материнство и женщины которые с детьми вот а так у нас в обществе очень это на первом месте все появляется ребенок все остальное уходит на задний план а если еще тебя в детстве воспитали как у нас дальше еще будет вопрос уже замечательный о том что ты должна служить другим только тогда ты важна и видна да все дети родились ты уже ушла на задний план и что получается выжатая мама которая жертвует собой да которая забыла про себя про свои интересы и дети либо из любви к маме не могут себе позволить ничего другого как бы она им не хотела чтобы они были более счастливы чем она или начинают залезать к ней на голову сидеть у нее на голове свесим ножки муж и дети и тогда она превращается в домоработницу доморабыню скажем так которую никто не видит которая все что она не делает воспринимается как само собой разумеющееся и это вредно и для нее и для отношений в паре и для детей ее крайне вредно поэтому дорогие мамы это вопрос Ольги огромная к вам просьба начните из любви к своим детям хорошо заботиться о себе займите свой трон семья это в первую очередь муж и жена создают семью мы уже об этом говорили в прежних эфирах что сначала создается пара и должна во-первых каждый человек должен хорошо заботиться о себе потом в паре они создают и тогда если два здоровых человека хорошо заботящиеся о себе встречаются тогда им не приходится быть костылями друг для друга тогда вместо того чтобы опираться друг о друге а порой топить друг друга они начинают расти потому что я хочу быть с тобой чтобы ты меня вдохновляешь я хочу быть с тобой чтобы быть еще лучше и что люди друг с другом не из-за того что у них штамп в паспорте а потому что я хочу быть с тобой и тогда они поворачиваются к детям, и то, что у них формируется любовь к себе, любовь друг к другу, излишки выливаются на детей, не остатки. И поэтому здесь крайне важно. Конечно же, это должен быть баланс, но в первую очередь забота о себе и детям говорить. Вот очень хороший есть фильм, называется «Модная мамочка». Очень прекрасный фильм. Там много есть хороших аспектов. Но вот в этом вопросе рекомендую обратить внимание на старшую сестру, которая беременная была. И она на шестом или на седьмом месяце, и она о чем-то разговаривает на кухне с младшей с сестрой или тридцать чем-то лет, второй или третий ребенок, и ребенок начинает толкаться. Она что-то готовит, и она говорит, детка, сейчас не твое время. Мама сейчас занята, ей нужно пообщаться со своей сестрой, твое время придет. И сестра так обращивает к ней, говорит, ты что, воспитываешь еще нерожденного ребенка? Она говорит, да, а когда еще начинать? Когда она живется, уже будет поздно. Это, конечно, немножко утрировано, но здесь очень важно об этом заботиться. И повторяю, это важно для ваших детей. Чтобы ваши дети научились уважать вас, вы должны научиться уважать себя. Вы должны научиться уважать, что материнство, быть мамой, быть хренькой, быть женой, это очень важная функция женщины, это работа женщины. И очень важно это ценить, понимать и знать. Я работаю мамой, и для того, чтобы я работала, хорошо выполняла свою работу, я должна быть в своем состоянии. И поэтому, дети мои, вы сейчас посидите дома, и женщина, хорошая дядя, на самом деле, мама администрация, ей совсем не обязательно все делать самой. Она администрирует, она должна все это не занимать. Для того, чтобы дети были присмотрены, конечно, они брошены. Но дети занимаются, маме нужно час уделить себе. Вот у меня есть женщины, которые детям советуют, значит, маленьким детям. Или будильник ставят, когда заиграет музыка, тогда к маме заходим. Или когда стрелочка будет здесь. А сейчас маме нужно уделить время себе. Это очень важно. Так что дети ваши никуда не денутся. И любовь к себе – это важнейшая часть не только вашей жизни, но и вашей семейной жизни, вашего воспитания детей. Мне один раз сказали, что если критикуют, то люди просто хотят как лучше сделать тебе. Типа хорошо к критике относиться. Лично меня критика на дно опускает. На самом деле, это очень важный вопрос. Многие люди таки говорят, что мы же хотим из лучших побуждений от тебя критикуют. А на самом деле критика никому не нужна. Конечно же, в любом случае всегда нужно знать и видеть что-то хорошее. И если вам что-то не нравится, тогда нужно говорить не человеку, что ты такой, сякой, пятый, десятый. А мне не нравится то, что ты делаешь. Например, то, что ты сделал, например, никуда не годится. Давай переделаем вместе. То есть, понимаете, даже если вы хотите что-то сказать негативное человеку, сначала скажите, найдите хорошие какие-то вещи в нем. А потом, если говорите, то не о нем говорите, а действия говорите. Вот это очень важная вещь, которую нужно помнить. И то, что тебя критика на дно опускает, это не есть хорошо. Значит, у тебя неустойчивая самооценка. Значит, есть вопросики с любовью к себе. Значит, есть где-то пробелы, и их нужно закрывать. Наталья, добрый день, Диана. У меня такой вопрос. Как научиться сохранять свои ресурсы? Важный вопрос. Я часто по себе замечаю, что как только у меня появляется больше силы и энергии, чем обычно, то я сразу стараюсь все раздать другим, хватаюсь за все. Типичная ситуация. Кому знакома такая ситуация? Мне как будто некомфортно в этом состоянии, когда все хорошо только у меня. В результате очень быстро сама выгораю и возвращаюсь в прежнее унылое состояние. И так по кругу. Что делать? Дорогая Наталья, это очень часто распространенная ситуация. Почему? Опять же, если мы посмотрим, очень часто, очень все у нас формируется в детстве. И что здесь происходило? Когда у вас появляется больше силы и энергии, чем обычно, вместо того, чтобы наполнить себя и насладиться этим, скорее всего, по привычке. В клюве это замечают уже многих людей. Они вот придут на занятия и сначала непривычные, выклик, они что-то делают для себя и спрашивают. А если я здесь хорошо поработаю, повлияет это на мою? Или, а можно я пойду учиться на расстановке и буду делать, можно ли делать расстановку в своей семье? Понимаете, они приходят изначально не для того, чтобы наполнить себя, не себя, а для других. Откуда это идёт? В детстве ребёнку крайне важно было получать внимание и любовь извне. И он по привычке уже, человек вырос, а внутри остался этот паттерн. И он думает, у него такая сложная схема, что я сейчас позабочусь маме, а папе из них, исцелю, наполню, когда я получу то, что нужно. Это, конечно, порочный круг, потому что, во-первых, родители так не бывает, и родители часто злятся. И что нужно сделать? Оставить ваших родителей в покое. И помню, они дали мне все, что у них было, все, на что они были способны. И теперь у меня есть я, и я могу о себе позаботиться. И если вы такое логике в себе встали, то очень важно. Я гарантирую, это какая-то ваша детская часть, которая, у неё такая привычка, если вы получаете, то вы научили, что если вы себе дали конфету, тебе обязательно нужно со всеми поделиться. Это хорошее качество, но не последнее отдавать. Приучайтесь делиться, приучайтесь делиться излишками. Представьте себе, если каждый человек будет хорошо относиться к себе, если каждый человек будет хорошо заботиться о себе, если каждый человек будет с любовью к себе относиться, тогда не будет, я уверена, что воин не будет на земле, тогда каждый человек будет сыт, каждый человек будет счастлив, и он с удовольствием будет друг с другими делиться излишками. И я понимаю, что вам некомфортно в этом состоянии, когда хорошо только у вас, но Но это тот вклад, который вы можете сделать для изменений у других людей. А именно, если вам будет хорошо, Наталья, если вам удастся остановиться в этом моменте, или хотя бы не все им выдавать, а сначала побыть для себя, остановиться в этом, и напитать себя, накормиться, и тогда вы, другие уверят, кому-то это, конечно же, не понравится, особенно тем, кто привык от вас питаться, паразитировать на вас, они начнут вам говорить, что ты стала эгоисткой, ты стала жестокой. Как только вы это будете слышать, Наталья, это значит, что вы идете правильным путем. Потому что у вас есть очень хорошее качество, вы умеете делиться с другими. И теперь для вас очень хорошо, вы умеете отдавать, вы умеете всем тепло отдавать, и вам очень хорошо вот этот сосуд свой сформировать. Не сливать сразу все, что вы получаете вовне. У некоторых людей дна нет, в сосуде любви нет дна. У них вроде и течет энергия, они тут же все сливают. У кого-то дырки есть, у кого-то краники открыты. И они все время, вот так, как вы пишете, только получил что-то, только тебе хорошо. Ты тут же все разбазарил на весь мир, и тебе ничего не осталось. Потому что родители в детстве высасывали ребенка, или потому что говорили, что это эгоизм, что так нехорошо. У нас любовь к себе часто представляется эгоизмом. А эгоизм часто родители, которые требуют, что давай, что ты тут со своей женой лежишь на диване, иди ко мне на дачу поши. Я всегда люблю утрированный этот пример брать, потому что часто сталкиваются с ним молодые люди. Вот это эгоизм, когда разрушают семьи своих детей только из своего собственного эгоизма. И далеко не все находят в себе мужество, как Гайне сегодня рассказать об этом, и признать, и увидела она, когда она подняла отношение к себе, к своим близким, как меняется все вокруг. Так что, Наталья, это процесс. Конечно же, вы по привычке еще будете проваливаться. И если хотите, приходите, поработать с этим можно. С этим очень хорошо можно поработать. Как раз то, о чем я рассказываю, работа со своей внутренней системой. То, где, какая часть во мне сливает всю энергию. Кто во мне не может выдержать, когда мне хорошо, и кто во мне отдает мою собственную жизнью энергию другим. Это очень хорошо можно найти, с этим поработать, и закрыть эту брешь. И тогда ты без какого бы то ни было чувства вины, с огромным удовольствием к себе наполняешь себя, видишь, что другим это не нравится, говоришь, окей, это ваше право, ваша реакция. Не пытаешься с ними ругаться, не пытаешься их переубедить. А просто говоришь, окей, они так реагируют. Это ага, хорошо. Это их право. А мое право делать то, что я считаю нужным. Надеюсь, Наталья ответила на ваш вопрос. Что делать, чтобы не выгорать? Ваше унылое восприятие, оно тогда перестанет быть унылым. И депрессия, кстати, очень часто, это как раз, когда человек сливает всю свою жизненную энергию, ничего не оставляет в себе. А любовь к себе – это наша жизненная энергия. Это то, как мы наполняем себя жизненной энергией, в которой у каждого есть свой источник жизненной энергии, который наш по праву. И сначала он в детстве к нам приходил через родителей, а когда мы выросли, мы имеем право поделиться к нему автономно. И им это не нравится. Некоторым родителям очень нравится быть посредниками. Они не хотят в сторону ходить. И пытаются такими-то разными способами вас от этого отвлечь. И не только родителями. Екатерина, здравствуйте, Диана. Есть проблема – можно жить и не осознавать нелюбовь к себе, не замечать эти проявления или считать, что так и должно быть. Важно разобраться, где любовь, где нет. Как? Это действительно можно жить и не осознавать. Особенно ко мне приходят часто люди, что-то не так. Проблема со здоровьем. Часто очень оказывается проблема с нелюбовью к себе. Или проблемы в отношениях. Или не могу себя реализовать. Очень разные проблемы. Или не могу найти себя в этой жизни. По очень разным вопросам может обращаться человек. Оказывается, что за всем этим стоит именно нелюбовь к себе. А именно ты ощущаешь себя пустым местом. И ты не чувствуешь себя важным человеком на земле. И когда человек, если человек в этом вырос, он реально приходит, он говорит, я не понимаю, что со мной не так. Вот я не понимаю, что где-то на улице со мной на консультацию подключилась, что я не приветствую. Это может у меня пройти один раз. Когда еще мы не знакомы с человеком. Потому что это не уважение к себе, а не ко мне. Потому что если человек пришел ко мне работать, значит, он должен для себя выделить время и место. Это тоже относится к любви к себе. И вот был у меня такой случай, когда человек приходит и не понимает, что я уже не помню, даже как у него запрос был, что-то с реализацией, что она хотела дальше какие-то цели ставить, что-то такое. А оказалось, что... Простой вопрос задаю. Кто вас внутри блокирует? И оказалось, что блокирует ее маленькая девочка, которую она игнорирует. Как игнорировали родители, которые бегали по работам. Точно так же делают сейчас и взрослые. То есть девочка, то есть аспект ее души, можно сказать, часть ее личности, которая застряла в детстве. И когда на нее обратишь внимание, и она вообще, для нее это было открытие. Она ушла с огромным инсайтом, потому что она даже не понимала, в какую сторону смотреть, почему она дальше не может достигать, тоже из серии достигаторов, не может достигать своих целей, которые все выше и выше и выше. Людям все мало и мало, что им кажется. На самом деле не хватает очень простого. Не хватает внутри, не хватает. Никакое достигаторство вам это не заменит. Как разобраться, где любовь, где нет? Ну, приходите. Я, во-первых, второй эфир уже этому посвящаю. И во многих эфирах я к этому возвращаюсь. Если не можете разобраться сами, пожалуйста, приходите либо на индивидуальную консультацию, либо приходите в нашу группу саморазвития, как я уже говорила, упоминала. И там мы каждый раз налаживаем, ставим две фигуры, я и моя жизнь, и налаживаем с ней контакт. И здесь тоже чистится все на свете. С границами вопрос. Так, с одной стороны, не позволяя садиться тебе на шею, с другой, не выстроить слишком высокий забор вокруг себя. Взаимопомощь – важная составляющая нашей жизни. Конечно, ключевое слово – взаимопомощь, а не игра в одни ворота. Понимаете, если вы делаете кому-то хорошее, я уже часто об этом говорила, что обязательно должен быть баланс у всех людей, кроме родителей, детей, учителей, учеников. Всегда, во всем должен быть баланс давать и брать. Как бы это ни звучало, как это, не тривиально, а меркантильно некоторые могут сказать, но это не так. Должен быть торг. И если вы делаете что-то хорошее другим людям, ладно, если они не могут вам вернуть, иногда благодарю, это уже возвращение баланса. Но если вы видите, что ваше окружение, ваши близкие, ваши друзья, вы им даете, делаете для них что-то, они вам не отвечают за имностью, значит, стоит здесь задать вопрос. И значит, стоит здесь немножко шаг назад делать. Вернуться к себе, не все туда давать, а сесть и подождать, и посмотреть, какая будет реакция. И если вы перестанете все время бегать и предлагать всем помощь, я вам гарантирую, что часть людей отвалится в вашей жизни. И это хороший знак. Почему? Потому что отвалятся те, потому что отвалятся те, у кого к вам только один запрос, чтобы вы подпитываться от вас. Я смотрю, Мария написала только, у меня плохой интернет, или трансляция плохая? Не знаю, может быть, у меня. Мне здесь мой администратор тоже написал, что, возможно, у меня с интернетом. Или бывает иногда, первый раз у нас такой обычно хороший интернет. Надеюсь, все до вас все-таки доходит, самое главное. Если что-то непонятно или тормозит, пожалуйста, переспрашивайте. И в любом случае, я не могу это никак влиять на интернет. У меня роутер рядом, значит, где-то что-то иногда бывает в бою в последнее время. В записи можно будет... У меня все хорошо, Татьяна пишет. Ну, слава богу. В записи можно будет пересмотреть и какие-то непонятные моменты еще раз увидеть. И, кстати, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы или какие-то уточнения, уточняющие вопросы, потому что я рассказываю. Так, вот так вот, как... Вот это вот очень интересно с гранитами. Вот у нас почему-то есть две крайности. Или на шею сесть, или выстроить слишком высокий забор. Вот здесь на шею сесть один полюс, второй высокий забор слишком. Люди, между этим очень большой спектр есть. Очень большой. Учитесь. Я знаю сама прекрасно, как это тяжело. Особенно, если в детстве тебя не научили. Никто не уважал твои границы. Ну, естественно, это все формировалось. Мы уже про самооценку сегодня говорили. Это непосредственно с любовью к себе относится. Так вот, границы... Учитесь и пробуйте. Если у вас есть тенденция, что к вам на шею залазит, конечно, когда ты терпишь, терпишь. Не нужно быть терпилой. Вот Алена пишет. Как уничтожить себе терпилу? Если вы замечаете, что у вас внутри есть терпила, опять же, я очень люблю работать с внутренней системой человека. И с его внутренними частями. Иногда это оказываются детские части. Не всегда. Иногда это оказываются чужие совсем какие-то части. Очень часто детские, но не всегда. И с этими частями можно работать. И с этим терпилой тоже можно работать. Да, и поэтому я приглашаю. Приходите, поработаем. Либо приглашаю коллег, психологов, коучей, тех, кто работает с другими людьми. Приходите на учебу. У меня через неделю, 20-21 января, начинается первый поток обучения по работе с внутренними частями. Я там буду этому всему учить. И на практике. Мы будем много практиковаться. Если кто-то не психолог и не имеет отношения к работе с людьми, но вам очень хочется в этом разобраться, пожалуйста, приходите. Я буду рада. Я с удовольствием делюсь своим опытом. Я почти 15 лет работаю с этой темой. И меня очень нравится работать именно с внутренней системой человека. Очень много мы можем, все мы можем наладить, работая с собой, оставив своих родителей в покое, не перекапывая эти старые обиды, не пережевывая их. Чуть-чуть прикоснувшись и посмотреть, что мне нужно сделать сейчас, как я могу организовать свою жизнь сейчас, чтобы что нужно этому терпили. Например, разобраться, это моя часть или не моя. Если моя, то сколько ей лет, в каком возрасте она появилась, что ей нужно. И это кажется, на первый взгляд, легко, потому что там может быть какая-то травмированная часть, обозленная часть, какой-нибудь менеджер, который привык так получать внимание, какой-нибудь маленький манипулятор или большой. Я не знаю. Я всегда смотрю индивидуально, каждый раз, в каждом конкретном случае. Так что между садиться на шею и между выстраивать слишком высокий забор есть очень-очень-очень много разных точек и станций и много спектр, цветов. И поэтому, Екатерина, пробуйте, учитесь, не терпите до последнего. Если у вас внутри есть такое терпило, вычисляйте, кто во мне терпит. Что мне теперь не нужно терпеть, что даже если я не буду терпеть и буду заявлять о том, что мне не нравится. Возможно, в детстве меня за это ругали, выгоняли или переставали дружить. Но сейчас я взрослая, и я сама решаю. И когда мне садятся на шею, это мне дискомфортно, в том числе. И я вас люблю всех, конечно, и себя я люблю больше. Вот это достать вашим девизом. Я люблю вас, и себя я тоже люблю. И я самый главный человек в своей жизни, а вы главные люди в своей. Вот чем отличается эгоизм для себя? Одним маленьким нюансом. Эгоизм говорит, только я. Я главный человек. Он говорит, не говорит, я главный, он говорит, я главнее всех, я лучше всех, я лучше вас всех, я выше, я сильнее, я вам всем докажу, вы все ничтожества. Вот это эгоизм, когда только я. А любовь к себе говорит, что я самый важный человек внимания в своей жизни. Без абсолютизма. В эгоизме есть абсолютизм, что я самый главный, самый важный, все, все остальные пошли вон. А любовь к себе говорит, что я самый главный человек в своей жизни, а ты самый главный человек в своей жизни. И я окей, и ты окей. Понятно? Так, что мы дальше попадем? У нас тут один был вопрос в чате. Добрый день, хотела бы задать вопрос, если он будет по теме. Я себе корю за то, что завидую, когда у других есть то, что я хочу. Чего у меня нет. Злюсь на этих людей за свои зависти. Как убрать злость? Чудесный вопрос, чудесный вопрос. Пункт номер один. Перестаньте бороться со своей завистью. И, кстати, нету белой и черной зависти. Если вы завидуете, и вот просто дайте ей место. Вот я завидую. Даже самой себе скажите. Я завидую. И вам тогда не будет повода злиться на этих людей. Потому что вы себе позволили. Понимаете, нас в детстве приучили, что всегда, если лучше всего вообще не проявлять никаких чувств. Все дети слишком живые, все чувства слишком яркие. Не надо. Но уже если и проявлять, то, по крайней мере, быть хорошим, улыбчивым, добрым. Всегда, всегда одинаковым. А мы люди, мы живые люди. И живые люди не бывают одинаковые. И такие чувства, как гнев, злость, даже зависть, воспринимаются у нас в обществе как что-то плохое. Их с детства вытравливают и давят. И ребенок с детства приучается, что это плохие чувства, значит, мне их нельзя испытывать, значит, я плохой. И когда вырастают, точно так же. У меня к вам, Татьяна, есть одно предложение. Ведь зависть ваша, это не что иное, когда вы смотрите, попробуйте, вот попробуйте, если вам получится, перевести свою зависть в восхищение. Когда ты смотришь на что-то у других людей и говоришь, блин, как классно, я тоже так хочу. Ведь это же восхищение, это другая сторона зависти. И что я могу сделать? Не сидеть и не завидовать, и не думать, почему у них есть, а у меня нету. А подумать, что я могу сделать для того, чтобы у меня было так же. А может быть, даже и лучше, а может быть, даже и больше. Вот попробуйте, ведь восхищение – это обратная сторона зависти. Вот что могу вам сказать по этому поводу. Тристина. Диана, добрый день. Как взращивать личные границы во взрослом возрасте? Вот, это то, о чем я говорила. Это очень даже возможно. В детстве это было невозможно, потому что мы ориентировались на взрослых. И очень редко у нас взрослые у ребенка спрашивают, подходя к ленькому, можно я тебя обниму? Просто лапают его, хватают, даже из любви к нему. Никто не спрашивает. Задумывались ли когда-нибудь об этом? Вот, и когда вы выросли, теперь вы хозяйтесь в свою жизнь. И вы решаете, какие у вас будут границы, какой забор будет повыше, пониже. Они сформированы изначально, совершенно верно. Вот, замечательный вопрос. В юности родители рассматривали как функцию по присмотру за младшим братом, а во взрослом по привычке, да. Стала функция зарабатывания ресурсов для собственной семьи. Как наладить баланс, брать, сдавать в обе стороны. Очень хороший вопрос, Кристина, как и все вопросы, которые присланы были. Это процесс. Вы должны понимать, что за один раз у вас не получится. И порой я рекомендую обращаться за помощью. Обратитесь за помощью. Психологи, ведь для того и нужны во все времена быть консультантами. Когда-то их называли шаманами, когда-то в других культурах еще как-то по-другому. Но они всегда были те, кто сопровождает. И те, кто помогает вам что-то сформировать, что у вас не было сформировано в детстве. Понимаете? Семья ведь нужна еще для того, чтобы не только ребенок вырос, но и у него сформировались определенные навыки. И у вас сформировался очень хороший навык. Он реально прекрасен. Его нельзя убирать. Это навык помощи другим людям. Навык того, что я могу брать ответственность в жизни и помогать другим людям. Да, это дал вам возможность зарабатывать, брать ответственность. Так вот, к этому навыку добавить, не убирать его, не обесценивать, а к нему добавить еще, что хорошо. Это я умею хорошо делать. Я обнаружила, раз вы задали такой вопрос, значит, скорее всего, вы обнаружили, что у вас проблемы с личными границами. Я обнаружила, что у меня здесь проблемка, что я слишком вот в полюс ухожу, растворяюсь и позволяю все, отдаю себя, все другим людям. Первый пункт, это когда я это заметила. Второй пункт, когда я остановилась, себе подумала, хорошо, помогать я умею другим. Почему бы мне не начать учиться помогать себе, например, что другие люди важны, но я важна. И понимаете, какие-то вещи вы можете сделать сами вот здесь, но какие-то у нас прописаны вот здесь, в сердце, в теле, в теле, с молоком матери впитаны, потому что мама растворялась, пахала, бабушка войну взвалила, все на себя пахала. И у нас это традиция уже семейная стала. И тогда полезно, если вы можете сами себе помочь, это отлично. А иногда нужно для того, чтобы навык сформировался, обратиться за помощью и несколько сессий провести или посмотреть, что нужно, для того, чтобы у вас сформировались между нейронами новые связи. И во взрослом границе прекрасно можно формировать личные границы. И если у вас не получается отказывать другим людям, потому что привычки такой нет, значит, внутри есть какая-то часть, которая это блокирует. И если есть блокаторы, если есть сопротивление, если есть чувство вины, очень важным блокатором является, и внутренним разрушителем, рекомендую, приходите, поработайте с этим. И уберете, наладите контакт. Вот я надеюсь, у меня через полгода выйдет мой выпуск тех, кто сейчас идет в этой работе внутренних людьми. Вот, пожалуйста, буду рекомендовать к ним обращаться и работать с ними. Вот, взращивать их очень хорошо можно. Перестать. Во-первых, привычку вы обнаружили, и когда вы понимаете это, можно попробовать взрослой головой понять, но потом, чтобы доработать это на самом деле, конечно, я рекомендую всегда встретиться с той маленькой Кристинкой, которую приучили, что ты должна нести ответственность в твоем малом возрасте, в 6 лет некоторых людей, некоторых в 3 года, некоторых в 9-10, найти дорогу, сказать, что ты ребенок и что ты имеешь право им быть, и я пришла за тобой, чтобы забрать тебя во взрослую свою жизнь и заботиться о тебе, и леять, холить, баловать тебя. Вот примерно такая схема. Получится у вас отлично. Не получится, значит, есть какие-то нюансы и особенности, и вот за этими нюансами и особенностями ко мне люди и приходят на индивидуальные консультации, потому что невозможно дать, я вам говорю, общую примерно схему, куда двигаться, но как это делать конкретно, иногда нужна для этого работа конкретная. Так, ну что, собственно говоря, мы уже все поотвечали. Вот Наталья еще сегодня прислала вопрос, что помогает включить самодисциплину. Да, про самодисциплину. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что самодисциплина очень важная часть любви к себе. И наш центр, вот этот центр любви, вот кто знает чатли, кто знает центры, розового цвета и зеленого, двух цвет цветов, вот эта часть, вот здесь у нас спереди, это забота, тепло, любовь, забота, а сзади порядок и порядок, это и есть самодисциплина. И очень важная часть, они должны быть вместе. Берт Хеллингер сказал прекрасную фразу, порядок создается суд, любовь наполняет. То есть вот это тепло, забота, нежность и порядок, и любовь действуют вместе. И здесь порядок равно тоже важная составляющая любви. И они очень важны. Самодисциплина, возможно, почему у людей бывают проблемы с самодисциплиной? Бывают проблемы из-за того, что их давили в детстве сильно, и тогда у человека вырастает, у него в обратную сторону идет крат. Либо бывает проблема, когда в семье был полный либерализм, и родители дружили, да, и считали, что маленький взрослый помощник, наша помощница, и тогда у человека уже так от этого тошнит, что он вырастает, пытается быть сильным уже во взрослом теле, да получить то, что ему не хватило в детстве. Да, с этим тоже очень хорошо работать. Работать внутренними частями, с внутренней системой. Что поможет учиться на занятиях в спорте? Это слишком общий вопрос. Это нужно смотреть индивидуально. Я по себе знаю, что у меня в годы была такая вещь, что я могла чем-то начинать заняться, и я занималась какое-то время с усилиями, волю свою подключала, оставляла себя, а потом замечала, что хуже и хуже и хуже, и в какой-то момент все, я скатывалась. До тех пор, пока я не поняла, что есть внутри блокаторы, не стала с ними работать, не стала просить твою коллегу мне в этом помочь, сопроводить меня, и не стала с этим разбираться. И вот я уже три года с огромным удовольствием занимаюсь пилатесом, и вот сейчас я на него и пойду через пять минут. Поэтому вот у нас, смотрю, там еще немного есть какой-то вопрос. Попробую ответить еще успеть, и ровно восемь заканчиваем. Так, Ольга написала, у меня есть такой вопрос, как найти то, что будет наполнять? 43 года, трое детей, хорошо оплачиваем работу, а радости нет. Ольга, это невозможно на эфире такие вещи найти. Я вам гарантирую, придите на консультацию, за один-два раза найдете. Я вам гарантирую, что это ваши маленькие дети, которые недолюбленные, недосмотренные, недоглеженные, говоря по-белорусски, недоглеженные. Вот как только вы их найдете, это все, поиск заканчивается. Именно поэтому, коллеги, друзья, если здесь есть коллеги-психологи, приглашаю к себе на учебу. И я хочу, и вот это и есть то, что мы находим. Не здесь, не заботой о себе формально, она нужна, но она как проявление, когда это естественный процесс, а не обязаловка. Найти в себе, подозревая, нужно наполнить себя, вы можете только своими какими-то потерянными, растерянными, недосмотренными, игнорируемыми частями. И это можно сделать уже во взрослом возрасте, и лучше всего это начать делать, по крайней мере, начать в сопровождении, а потом уже вы, когда поймете схему, когда наладите этот контакт, где-то сможете сами, а где-то все равно нужна помощь. Юлия. Очень сильно злюсь и раздражаюсь, когда другие, особенно муж и сын, делают не то, что я прошу и хочу. Нужно работать именно со своими реакциями или посмотреть, что за этим стоит в расстановке. Юля, не знаю. Естественно, надо посмотреть, что за злость. Можно индивидуально поработать, посмотреть. Это индивидуально вполне можно прийти и посмотреть. Очень многие вещи, совсем не нужно для многих вещей делать расстановку. Как раз-то работа с внутренней системой очень хорошо можно сделать один на один в работе. Все, кто во мне злится и раздражает, подозревают, кто стоит там маленькой Юлькой, топает ногой. И можно задать себе вопрос, сколько ей лет и что ей на самом деле нужно. Подозреваю, ей нужна любовь, тепло и забота. Ее нужно обнять, поцеловать и сказать, детка, угомонись. И на этой ноте я предлагаю нам сегодня завершить наш эфир. Была рада встрече с вами, была рада вопросам вашим, которые ждали с прошлого года целый месяц. И рада всем тем, кто приходит ко мне на эфиры. В следующий раз мы встречаемся через месяц. Анонсы смотрите в нашем соцсетях и, конечно же, на канале. Кто хочет пересмотреть эфир или кто будет его, его можно посмотреть в записи. Он будет у нас висеть в закрепленных сообщениях на нашем телеграм-канале или на ютубе. Юля, что-то печатаю еще в конце. Юля, три минуты у меня осталось, поэтому пишите прямо сейчас. Рада была всех видеть. Спасибо большое. И вам всем огромное спасибо за участие. Вот моя тренер мне уже звонит. Я попросила ее напомнить. Всех люблю, целую. Вам хорошего года. И, пожалуйста, присылайте темы, которые бы вы хотели, чтобы я осветила на эфирах. Буду рада. Продолжение следует...